Приветствую вас и сегодня не очень обычный текстовый документ от вас пришел. Это список ваших желаний, которые вы, наверное, вы спрашиваете меня после этого списка. Вы спрашиваете меня о том, о чем это говорит, далее в каком направлении двигаться, вы спрашиваете, и далее у вас описание идет в своей жизни. Собственно говоря, по поводу жизни мы с вами еще поговорим, и по поводу того, в каком направлении двигаться, а пока я хотел бы, ну, список желаний у вас есть, мне бы хотелось поговорить про каждый из этих списков, про каждый пункт из этого списка соображения, и, может быть, немножечко лучше помочь вам понять, чего же вы хотите. Итак, во-первых, прежде чем говорить о желаниях, давайте скажем так, вот это вот ваше второе предложение. Ну, вы пишете здесь о желаниях, да, не те, которые считаются нойными или правильными, а которых просто эмоционально хочется без оценок. То есть вы как бы оправдываете здесь даже передо мной. То есть вы извиняетесь за то, что эти желания вообще у вас есть. Как будто вы просите меня понять вас правильно, не осуждать, не судить строго. Вы боитесь, что я вам буду, наверное, говорить, что вы не имеете права, что это все ерунда, полная чушь, что у вас есть дети, есть семья, и, в принципе, этого достаточно. Достаточно для того, чтобы как бы этим жить. А все вот эти вот желания, они, ну, не имеют значения. Но, на самом деле, это не так. Я думаю, что, наоборот, очень здорово, что мы с вами говорим здесь именно о ваших желаниях, о том, что вы сами для себя хотите. И семья заключается именно в том, что это те желания, которые вам просто эмоционально хочется. И никаких оценок, в принципе, не нужно. Оценки происходят тогда, когда люди начинают жить, ну, вместе, да, то есть вы не одна, а вместе со своим мужем, например. И, собственно, именно поэтому, а также из-за детей, отчасти и во многом из-за детей, вы полностью подняете свои желания, закрыли глаза, они никуда не делись. Другое дело, что, может быть, вы немножечко неправильно их понимаете, да, то есть вот у вас есть формы, формы этих желаний, и какие-то из них прямо кричат о том, что нет, это лишь образ, это лишь внешняя сторона, а действительно вам хотелось бы чего-то другого, чего-то другого. Ну, давайте, наверное, начнем по порядку, значит, первое. Спать и отдыхать. Высыпаться. Выспаться. Ну, что ж, это желание даже не столько эмоциональное, сколько именно нужно и правильно. То есть вообще-то говоря, если вы хотите адекватно, объективно, хорошо и идеально заниматься со своими детьми, то вам необходимо высыпаться и отдыхать. Но я здесь так понимаю, речь идет именно о физическом отдыхе. Вы далее ниже писали о том, что, и в чате вы писали, что вы не высыпаетесь. Представьте честно, это самое плохое, что вы можете себе сделать, потому что отсутствие сна очень серьезные проблемы могут у вас породить, начиная от, значит, нарушений работы психики и сознания до определенных физиологических заболеваний. Поэтому это ваше желание, оно скорее критичное. Все одно относится, как бы ни парадакционно это звучало, именно к тем, которые нужны и правильны. Правильны для вас. То есть представьте себе, что вы, ну, вы, допустим, не выспавшиеся, не отдохнувшие, которые должны заниматься со своими детьми. Понятно, что у вас очень сильно раздражение будет. Понятно, что вы будете недовольны. Понятно, что дети будут чувствовать это. Они не будут осознавать, что... почему их, как мама, так себя ведет. И в результате ничего хорошего из этого не получится. То есть вам нужно обязательно пролымать, как спать и отдыхать, как будут сыплаты. Значит, мы не представляем, что у вас двое детей, одному девять лет, а второму почти два года ребенку. Тот, которому девять лет, в принципе, уже достаточно взрослый. Что сказать, через год он уже вполне может относиться к подростковому возрасту. Так вот, этого ребенка нужно, которому девять лет, нужно активно учить, чтобы он занимался, знаете, самостоятельно. То есть, чтобы он не нуждался у вас. Чтобы он знал, как правильно себя занять. Чтобы он, что вы его научите тому, чтобы он, как бы, представлял собой экосистему. Чтобы он вас не нуждался. То есть, там, вот, он говорит, например, мне скучно. Вы ему говорите объективно, что вы, там, привели с ним, скажем, час-два-три. А если вы чувствуете, что вы устали, если вы чувствуете, что вы уже на исходе, вам, ну, не обязательно говорить ему о том, что, как бы, если тебе скучно, то найди чем заняться. То есть, он уже достаточно взрослый, чтобы иметь на свои источники досуг. И, получается, с таким образом, что у вас остается один ребенок, которому два года. Я понимаю, что в моих словах это звучит, наверное, слишком упрощенно. То есть, вы не можете взять так и отсечь одного ребенка от себя и заниматься только другим. Но, тем не менее, если вы постоянно проводите время и с тем ребенком, которому 9 лет, то вы ему вредите таким образом. Потому что ребенку в этом возрасте уже очень нужно, чтобы он чувствовал себя самостоятельным, чтобы он учился быть самостоятным. А если это мальчик, то, соответственно, больше времени проводит с мужской половиной вашей семьи, может быть, гуляет с друзьями и так далее. То есть, как-то что-то вот нужно сделать, чтобы он был самостоятельным. Не помню, нахер ли мы с вами вопрос детей или нет, воспитания детей или нет. Вообще, детская психология не совсем то, чем меня занимает. Но, тем не менее, это вот такая общая рекомендация вам будет. Что касается второго ребенка, то здесь стоит такова, что, понимаете, обед-таки, вы можете сказать мне, что вот мне легко говорить, но вам нужно высыпать. Действительно, действительно, мне вам легко говорить, потому что то, что я говорю, это всего лишь слова. Но, я отдаю себе отсчет в том, что если бы вы могли спать, вы бы спали. Для этого, для того, чтобы спать, реально высыпаться и отдыхать, можно все это в своей жизни менять, кардинально менять. Вы говорили, что вы пробовали там детский сад, пробовали няни, у вас все это не пошло. Хорошо. Предположу, что у вас все это не пошло. Хотя, вполне вероятно, что вы просто попробовали, обожгли и больше пробовать не хотите. Что ж, это ваше право, как бы, вам в нем никто не отказывает. Вы вольно выбирать то, что хотите, и вы вольно действовать так, как вы хотите. Но правда в том, что вы сейчас себе вредите, а нанося вред себе, вы наносите вред своему ребенку и своим детям. Поэтому, вы можете в течение недели, да, выбрать один или два дня, когда вы точно сможете попасть в волю. Столько, столько вам хочется. Выспаться. Один день недели, хотя бы. Лучше два. Уверен, что в течение вот семи дней можно сделать так, чтобы хотя бы два дня мы высыпали. Да, для этого придется все это поменять. Для этого, возможно, придется у кого-то что-то приемкнуть. Для этого придется, возможно, как-то непривычное решение принять. Да. Но, тем не менее, это нужно. Потому что, если вы этого не сделаете, вы не будете высыпаться, ваше желание останется таким, каким, вот таким вот. То есть, обычное нормальное желание выспаться у вас будет просто эмоционально. Это неправильно. Это не блажь выспаться. Выспаться – это не блажь. Это необходимость. Можно, в принципе, много приводить примеров того, насколько эффективно и необходимо высыпаться. Но я думаю, что вы и сами прекрасно это понимаете. Поэтому говорить вам подобное я не буду. Дальше. Следующее желание – это переезд в другой город. Я думаю, что вот это желание, оно как раз-таки то самое, когда ваша форма, то есть вот то, как вы видите это в своем слайде, желание переехать в другой город, в действительности скрывает под собой немножечко другие мотивы. И это те мотивы, которые влияют, как бы, отмечают за ваш комфорт. То есть вы хотите переехать в другой город, потому что считаете, что в другом городе вам будет лучше. Вы хотите переехать в другой город, потому что вам кажется, что тот город, в котором вы живете, он на вас давит, что вы в нем как в тюрьме, что у вас ничего не получается в нем. И, собственно говоря, другой город для вас, как бы, новые возможности, новые перспективы, возможно, какие-то еще плюсы вы сами себе видите. Я думаю, что, знаете, вот вам для лучшего понимания ваших желаний, нужно вот, напротив каждого желания написать тире и записать плюсы. То есть, например, вы пишете, переехали, переехали в другой город, да, какие у этого желания плюсы. То есть, что вам лично это даст. То есть, как бы, вы конкретизируете свои желания уже в своем контексте. То есть, я понимаю, что вы этого хотите. Но это форма. А вот, чтобы понять истинные желания, нужно именно для себя определить, что она вам дает. Например, по моему мнению, переехать в другой город для вас, это вот именно то, что я сказал. То есть, это бег от того места, где вы сейчас, и от неприятных негативных ассоциаций, которые несет вам это место. Но вы можете мне сказать о том, что я не прав, и что ваши желания совсем иные, что вы хотите совсем другого, и это может быть. Но тогда запишите каждому желанию, как я уже сказал, плюсы, что вам даст переехать в другой город. И вот эта конкретизация поможет вам сделать желание более реальным. Если вам нужно избавиться, допустим, от негативных ассоциаций, которые я сказал, то это можно сделать, находясь в вашем городе. То есть, немножечко изменит свою деятельность. Если вы считаете, что на другом месте у вас будет больше возможностей, давайте подумаем. А какие возможности вам нужны? Какие возможности вы хотите? И почему эти возможности нельзя реализовать в вашем городе, опять-таки? И если нельзя, то обязательно ли для этого переезжать в другой город? Станете ли вы реально по факту ближе к своим новым возможностям, если будете в другом городе? Я думаю, что это те вопросы, которые вам нужно задать. Или если плюсы вашего желания другие, то, соответственно, надо брать именно эти плюсы. Далее, сидеть в уютном кафе и смотреть в окно. Полагаю, что у вас несколько таких похожих желаний, когда вы хотите просто сидеть где-то и наблюдать за чем-то, это просто состояние покоя. То есть, когда вы не находитесь, во-первых, дома, а дома у вас явно не получается расслабиться. То есть, вам нужна какая-то отвлеченная обстановка, где вы чувствовали себя не дома, а, значит, свободной от обязанности, от ответственности. И, собственно, сидеть и смотреть в окно. То есть, не важно, куда смотреть, не важно, там, на что. Главное, чтобы просто сидеть и просто смотреть. То есть, это такое вот состояние покоя. Стремление к состоянию покоя, оно, в принципе, нормально и естественно для человека. Но в вашем случае, особенно в контексте всего того, что вы написали дальше, я думаю, здесь имеется в виду такое, знаете, уединение, стремление к уединению, как самодостаточного человека, я бы сказал, немного с творческим уклоном. Так как у вас там дальше идет желание написать книгу. Далее, близкий человек рядом, который тебя понимает, которому твой мир не безразличен. Ну, собственно, здесь, я думаю, все понятно. Ваши родные вас не слышат. И то, что ваши родные вас не слышат, заставляет вас мечтать о человеке, который вас понимает. Вы знаете, не хочется на вас уговорить этого, но я должен сказать, подобное желание часто приводит к тому, что люди, супруги, заводят себе любовников и любовниц на старой стороне. Именно вот это вот непонимание. Близкий человек рядом. То есть, очевидно, что ваш муж не является таковым. Очевидно, что вы не считаете своего супруга, как вы. Ну, и очевидно, что вот из пятого желания, понятно, что и друзей, таких у вас тоже не очень много. То есть, у вас здесь есть конфликт. Конфликт того, что вас никто не понимает. По вашему мнению, опять-таки. То есть, когда человек говорит, что его никто не понимает, первый вопрос, который хочет ему задать, это вопрос, а что ты сделал, чтобы тебя понял? Смог ли ты донести до человека информацию так, чтобы она была ему ясна, и чтобы это человек сказал? Да, я имею представление, о чем ты говоришь, но понимать тебя я сразу не хочу. Мне не интересно, мне не нужно. То есть, дали ли вы человеку, тому человеку, который есть рядом с вами, дали ли вы ему реальную возможность понять вас? И вообще, даете ли вы людям возможность вас понять? Это главный вопрос. Если даете, они не хотят, тогда ваше желание особо. Но тогда я могу сказать, что рано или поздно вы такого человека встретите. Скорее всего, это будет мужчина. И тогда ваша жизнь может измениться очень круто. Придем круто, это я имею ввиду резко. И вам, может быть, хотя бы морально к этому готово, потому что это случится. Это случится, эта сила не есть, она никуда не денется, она даст о себе знать. Далее. Друзья, с которыми можно всегда встретиться или позвонить. Дружба, когда все искренне рады друг другу и много общаться. Здесь, я думаю, как бы о себе заявляет утрата вашей социальной активности. То есть, вы не чувствуете, что есть люди, с которыми можно просто провести время. Которые можно всегда встретиться или позвонить. Я плохо помню, но, по-моему, вы говорили, что вы вообще перестали делиться с людьми своими переживаниями. Я понимаю, что это риски, я понимаю, что вам на самом деле неприятно иногда бывает, потому что вы делитесь с кем-то своими переживаниями, особенно если вас не понимают. Но, давайте скажем так, что если вы не будете сами проявлять инициативы и сами, вот как я уже говорил, совсем не даться, если вы не донесете этому человеку то, что вас волнует, то человек об этом не узнает. И у него не будет возможности вас как-то проявить к вам свое отношение. Получается, что вы сами людям не говорите о том, что вас волнует. Да, после определенных обстоятельств, да, после определенных случаев, я понимаю, но сейчас вы не говорите об этом и люди не знают. Соответственно, они не могут даже и не догадываться о том, что вам нужно, что у вас есть потребность встретиться или поговорить, или позвонить. Соответственно, нужно постараться дать кому-то из окружающих вас людей возможность, ну, собственно, получить представление о том, чего вы хотите. Дальше, иметь наконец-то свой дом, который уже не собираешься менять и можешь обустраивать по своей душе. Дом мой личный, а не семейный. Если честно, это желание, наверное, одно из самых ярких, которое интерпретируется мной как потребность в личном пространстве. У вас нет личного пространства, и за это вы мечтаете о личном доме. А сложно представить, как вы могли бы это желание вообще удовлетворить. То есть получается, что есть квартира или дом, где вы живете со своей семьей, а есть как бы ваш личный дом, где вы живете одна. Это немножко оторвано от реальности, как бы, по форме, но по смыслу, по смыслу. Вот помните, я говорил, чтобы вы дописали через тире то, что вам дает каждое желание. Вот если вы напишите это, я думаю, вы тут же поймете, в чем именно вы нуждастесь через это ваше желание. Личное пространство – это то, о чем мы с вами, в принципе, говорили. Ага, не помню точно когда, но в одной из записей я совершенно точно вам об этом рассказывал. И вы пишите, что вы полгода это желание записывали, ну а я гласит говорил вам это, может быть, месяц, может быть, чуть больше назад. И это действительно потребность, которую нельзя игнорировать тоже. То есть человеку нужно лично пространство, без него он теряет сам себя, без него он теряет свою самобытность, без него человек теряет, как бы, свою индивидуальность. И терять свою индивидуальность человек сотворяется в других людях, тем самым переставая нести для них что-то новое, переставая быть для них ценным. В принципе, это все, что можно сказать по поводу вашего желания. То есть по поводу того, почему так гласно его выполнить. Ваши проблемы с мужем, которые у вас есть, проблемы взаимопонимания, проблемы с того, что вы там дальше пишете по поводу того, что хотите быть красивой и так далее. Это все вот отсюда идет. Это все отсюда. Вы не чувствуете себя красивой, потому что у вас нет предельного ощущения, что вы дорог. А ощущение того, что вы дорог и вас цен, потому что вы полностью растворяетесь в своих детях и в семье. Это, в свою очередь, вытекает из того, что вы пишете уже после желаний, где вы описываете, как погружились в материнство и полностью забыли о себе. Сейчас вы говорите, что вы над этим работаете, успехи есть, но тем не менее это желание, желание под номером шесть, оно достаточно серьезное, сильное и вот его вам нужно удовлетворять в первую очередь, так сказать. В первую очередь после желания номер один. Ну просто потому, что без желания номер один не получится удовлетворить желание номер шесть. Дальше любимая работа. Полагаю, что у любимой работы есть несколько, несколько таких вот мотивов, несколько смыслов. Ага. То есть эта форма раскрывается через, во-первых, более полную реализацию вас как делового партнера, во-вторых, возможно, как бы, ощущение себя в роли не семейной. То есть вам интересна и важна и привлекательна именно вот эта роль, роль делового партнера. Но так, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. Чтобы вам нравилась работа, которую вы делаете. Не помню, опять-таки, что вы говорили по поводу своей работы. Понимаю, что найти любимую работу в вашем положении достаточно сложно. Но думаю, что для начала, вот опять-таки, нужно где-то написать через стирать, что вам дает любимая работа, что она вам может дать. И во-вторых, как бы, какая именно работа, то есть вот, как открывается для вас понятие «любимая работа». То есть для кого-то любимая работа – это именно дело всей жизни. Ну понятно, что дело всей жизни можно искать, искать долго и найти. Для кого-то любимая работа – это та работа, которая, значит, и удовольствие приносит определенное, да, и доход какой-то есть, и там сопутствующая община имеется. И вот тут вот очень важно понять, любимая работа, что она для вас. Исходя из этого, вам уже будет проще. Далее, в прошлом родить детей, в прошлом это не изменишь. Полагаю, есть определенная психотравма по поводу того, что вы сами детей родить не можете. То есть комплекс неполноценности может быть, может быть какая-то нереализованность в этом плане. То есть здесь момент такой, что вам это желание не позволяет чувствовать себя прям вот полноценной женщиной. Может быть отсюда проистекает ваше желание быть красивой и воздушной, которую вы пишете там даже. Понимаете, если это так, во-первых, нужны все подробности, то есть понятно, что по одному восьмому желанию, по одной строчке, весь этот конфликт не решишь. Но то, что мне хочется вам сказать уже сейчас, это то, что, понимаете, у многих людей, не только у вас, которая не может родить детей, так же не получается родить. Или они не хотят родить. Просто потому, что, ну, разное бывает абсолютно все. У кого-то мужчина бесплоден, да, у кого-то там самого желания нет, боится, там организм не позволяет что-то и еще, то есть по-разному бывают ситуации. И важно не возможность родить, а важно реализовать себя как мать. И по сути неважное происходение ребенка. Это привязка к стереотипу, это привязка к обществу. То есть вот как повелось, да, и начальность женщины расшает сама ребенка, так вот это ее ребенок, и все. Только тогда она полноценна. Это стереотип. Устоявший, если он такой, архаизм, если хотите. Да, это может быть самая естественная форма, как бы, рождения детей, да. Но это не всегда приемлемо. И нужно считаться с изменениями, которые происходят в нашей жизни. Нельзя думать, что актуально будет только то, что вот было актуальным очень большое количество времени. Рано или поздно все равно появляются новые формы, все равно появляются что-то вот другое, другие способы. Если раньше, например, женщины, которые не могли родить, так и оставались бездетными, и как бы у них никогда не было детей. Сейчас такая возможность все равно есть, и как бы общество стало относиться к такими женщинам куда более лучше, терпимее и вообще никак не деференцировать женщин, да, на тех, кто может там родиться, на тех, кто не может и так далее. То есть это все при пересидке прошлого. Скорее всего, установки ваших родителей, установки того общества, в котором вы живете. Может быть это намеки вашего мужчины, но это все идет от ограниченности. То есть независимо от того, кто вам это говорил, кто вам это внушил, как вы сами к этому пришли. И это все является только лишь удовольствие мышления, не более того. И вам нужно понять вот это, осознать, что это, знаете, желание родить самой, это лишь по сути форма. Но эта форма, это как бы процесс. Вы желаете процесса, а не результат. А в данном случае важен именно результат. То есть появление у вас ребенка. Становление вас матерью. Это очень важно. И не важно, каким путем вы к этому пришли. Важно, что вы мать. И что у вас два прекрасных ребенка. Это в том, что касается вашего желания. Значит, далее. Любоваться природой, гулять, созерцать, рисовать. Для вас это желание является олицетворением свободы. То есть любоваться природой, гулять, созерцать, это такая беззаботность, беспечность. И как следствие беспечности, и беззаботности, и наличия свободы, возможность творить. Для этого, я думаю, скрывается самая потребность в творческих. Я об этом уже говорил, значит, что у вас есть творческие желания. Так вот, так вот, раз это свобода. И опять же, по аналогии с самым первым желанием, можно при достаточно рвении, организовать так, чтобы хотя бы раз в неделю, раз в неделю, вы бы могли вот так вот себя ощущать. Это очень важно. Важно чувствовать себя свободы, свободы. Потому что, ей Богу, с детьми вы, у меня сразу такое впечатление, что дети для вас это тюрьма. Это гаторга. Да, она добровольная, да, безусловно, но это все зато тюрьма. То есть, вы явно рветесь, как бы, вовне, за пределы отношений между матерью и детьми, но у вас этого не получается. То есть, то, что вы рветесь, вот факт того, что вы рветесь, очень важно, его нельзя игнорировать. Саня, любоваться красивыми вещами. Полагаю, это тоже что-то вроде эстетического чувства, когда вы, у вас есть потребность. Потребность в эстетике. Удовлетворение культурных потребностей и эстетических потребностей. Это желание личности. Говорит о том, что, как личность, вы, несмотря на осуществление своих социальных ролей, как личность, вы тоже существуете. Эта личность вас явно не позволяет, точнее, явно не получает той реализации, в которую она хочет. То есть, вот это, вот, десятое желание, это, прямо, вот, культурно, как бы, культурно ориентированное желание. Но, особенно, только личность, в принципе. Ну, или творческий человек, опять-таки. Далее, делать обстановку вокруг себя красивой. Полагаю, здесь вы имеете в виду такую очень тонкую, на мой взгляд, вещь. То есть, вот, по первому, как бы, впечатлению, да, ну, понятно. Просто, там, где вы, там все красиво. Ну, я думаю, что, немножечко глубже лежит суть этого желания. И заключается она, эта суть в том, что вы хотели бы, чтобы у вас было больше значимости. Чтобы, чтобы вы, вот, то, как вы видите ситуацию, то, как вы видите, там, проблемы, обстоятельства и прочее, чтобы вы могли их решать так, как вы считаете нужным. И, чтобы все было так, как мы считаем, как вам хочется. И связано это с тем, что вы не чувствуете себя значимым, а, наоборот, чувствуете себя бессильным. То есть, ни на что не влияющим. Да, о детях вы работаете, да, бытовые вопросы вы решаете, но не более того. Больше вас ничего нет, кроме этих моментов. Дальше. Быть красивой и умиротворенной. Слово умиротворенной, да, я все разбирать не буду, оно слишком сложно. Каждый человек понимает его по-своему. Умиротворенность – это гармония, баланс, это окружение себя теми элементами интерьера, теми людьми, всем вот таким, что вам нравится. То есть, пожалуй, к этому нужно стремиться. То есть, стремиться к дому, чтобы вокруг вас были только те люди, которые вас устраивают, те вещи, которые вам нравятся и так далее. Но, опять-таки, это все упирается в детей. То есть, дети не дают вам этого. Соответственно, нужно организовать свое личное процесс, чтобы тогда бы в нем вы были удовлетворены. Что касается быть красивой, то, опять-же, примерно вспоминаю, о чем вы говорили в предыдущих письмах. Думаю, здесь только работа, работа над собой. То есть, это вот, по сути дела, больше внимательно обращать на себя, меньше на детей, больше на себя. Значит, как-то начать следить за собой, следить за своим питанием, за своим досугом. Если заниматься фитнесом, спортом, если вы не можете заниматься этим в зале, то дома установите какие-то тренажеры и там что-то делать. Только тогда вы будете, наверное, той, которая вы считаете себя красивой. С другой стороны, насколько я помню, раньше вы писали в своем письме, что в начале отношений с мужчиной вы чувствовали себя воздушной и легкой и красивой. Теперь, конечно, это не так, вы себя так не чувствуете. Правда в том, что не нужно пытаться вернуть в себя ту, которая была. На самом деле, ее не вернуть, потому что это вы. И ее не вернуть, потому что все-таки прошло время, вы стали другим человеком. Нужно сделать что? Нужно вот посмотреть на себя, на то, какая вы есть сейчас. И подумать, какой вы хотите себя видеть. Не в прошлом, не той, которая какая вы были в прошлом, нет. А какой вы сейчас можете быть? Что вы можете из себя сделать? Задайте себе этот вопрос. И я уверен, что быть красивой станет для вас куда более реалистичным вновь, чем сейчас. Далее, ездить в путешествие, где-то наблюдаешь, созерцать, созерцаешь и размыштаешь. Ну, в принципе, это то же самое, что любоваться природой, гулять и созерцать. И даже слово повторили, созерцать, то у вас одно и то же слово. Благодарю, это скользкое желание, просто немножечко изменена форма здесь. Разве есть только путешествие для вас, и это может быть не форма, а действительно желание посмотреть мир. В таком случае именно путешествие нужно пока отложить, так что вряд ли вы сможете путешествовать с двухгодовалым ребенком. Но обязательно рассмотреть этот вариант, вариант поездки. И выбраться хотя бы, ну, ближайший зарубежник. То есть, длиннее зарубежник. Или, может быть, хотя бы доехать, например, в Крым, или там, в Турцию, куда-то еще. То есть, ну, в зависимости от того, куда бы вам хотелось. Если вы говорите, что вы хотите ездить одна, где ты наблюдаешь, созерцаешь и размышляешь, ну, понятно, это без детей. Тогда вам нужно просто будет расстраивать, пока ваши дети сами троснут. Это встречение не обязательно до достижения 18 лет. Это может быть гораздо раньше, хотя бы 6-7 лет, когда ребенок уже может себя обеспечивать, может за собой следить, и тогда вам, в принципе, уже можно это делать. Кроме того, будет старший ребенок, который будет помогать младшему, и, в принципе, все у вас будет здорово. То есть, здесь важно этого хотеть, понимаете? Хотеть и доверять тому, что вы хотите. То есть, для себя решить, что вот это желание, 13-е, оно имеет не право насыщенного возраста, как и все предыдущие и последующие. И никто не думает, что оно, его у вас не должно быть. Если есть, значит, должно. Это часть вас. И нельзя закрывать на него глаза. Попробуйте, пока вы не можете путешествовать, сделать это в режиме уже. Сейчас можно гулять по странам, путешествовать по местам через картинки, интерактивные карты. Все это можно сделать. Попробуйте. Если у вас, например, есть проектор, вы могли бы на проектор вымести большое изображение и, собственно, гулять как бы в максимально приближенном месте вот по тем местам, которые вы хотели бы. По природе, по каким-то туристическим и историческим местам и так далее. Ну, понятно, что не то же самое, но хотя бы в качестве такого на первое время средства вполне подходит. Далее вы пишите опять поспать, когда этого хочется. То есть, знаете, вам все время хочется спать, потому что вы не высыпаетесь. И отсюда вот это ваше желание – поспать, когда этого хочется. На самом деле, если вы будете полноценно высыпаться, то желание поспать именно когда у вас хочется, когда вам этого хочется, то есть не будет. Ну, сидеть в красивом месте и читать хорошую книгу – это, в принципе, тоже желание покоя, тоже личный границ. Ну, мне по крайней мере видится там. Знаете, если каждому желанию вы допишите через тире то, что она вам дает, то я думаю, вы сами увидите определенное совпадение и вы сможете какие-то желания убрать, какие-то желания объединить. Тогда вам будет казаться, что их меньше и, соответственно, легче выполнить. Дальше. Дальше снова про сон. Это понятно, ваше желание поспать, оно, в общем, вполне нормально, вполне естественно. Дальше. Дремать в саду, в гамаке, под тенью дерева и под шелест лифти с легким ветерком и солнечными бликами. Знаете, мне кажется, что здесь вы достаточно творческий человек, вы перешли очень творчески к тому вот, как вы написали это свое желание. И я думаю, что здесь прорывается ваша потребность, может быть, написать книгу, может быть, как-то заниматься зарисовками, может быть, у вас просто повеселательный стиль, очень хороший. Либо, либо это для вас такой вот идеал, опять-таки, дремать. То есть отдыхать, расслабляться на трассе земли и природы. На следующем воздухе. Я думаю, что это умилотворенность, возможно, и покой. То есть, в принципе, если не брать на расчет форму, форма очень красивая, если не брать на расчет форму, то можно сделать вывод, что вам хочется, в принципе, того же, что вы без операции, просто покоя. Дальше. Гулять по берегу реки и смотреть вдаль. Ну, это, в принципе, то же самое, что и... Значит, то же самое, что едет путешествие, наблюдать и размышлять. Вернуться после их прогулки к друзьям, которые размышляют тебе и угостят чем-то баранки. То есть, с одной стороны, вы хотите гулять, вы хотите просто прогуливаться, вот точно гулять по берегу реки для свободы и покой и размышления. С другой стороны, вам нужны люди, которые бы вас усилили, которые бы ничего не требовали, а наоборот, направляли бы на вас свою энергию и как бы за это вам давали. То есть, не вы отдавали, а они вам отдавали. Понимаю, это сложно сейчас представить, но, действительно, нужно сперва, прежде чем что-то получать, нужно сперва отдавать. К сожалению, без этого нельзя и поэтому я делаю вывод, что вам сперва нужно побыть одной, в личном процессе, как мы с вами говорили, а потом, когда вы будете готовы что-то людям дать, вы это сделаете, и они будут вам также обещать взаимности. Пока вы им дать что-то не готовы, нельзя рассчитывать, что они вам что-то дадут, если это не те люди, которые у вас уже есть, которые вас знают, которые готовы вас поддержать. Далее, рисовать картины и писательники о том, что вы видели. Ну, рисовать картины, это, наверное, запечатление ярких событий в вашей жизни. А то, что касается дневников, то это, опять-таки, полноценное проживание того, что с вами есть, то есть, а вы писали в своем тексте дальше, что вы хотите прожить полноценно. Вот это вот ощущение, что вы не полноценно проживаете, оно у вас есть, и оно мотивирует вас к тому, чтобы вы... Вот двадцатное желание, это прямо иллюстрация того, что вы боитесь неполноценно прожить свою жизнь. Правда, все есть в том, что нельзя жить неполноценно. Это, опять-таки, стереотип, навязанный на общество. Дело в том, что когда человек живет, он уже живет полноценно. Жизнь не может быть неполноценной. Жизнь либо она есть, и она полноценна, либо ее нет, и она не существует вообще. Полимеров нет. Даже человек, который живет, как говорят, ничего не делает, который не может, у которого отсутствуют какие-либо активные возможности. То есть, в сути, это человек, который пассивный, да, вот он только лежит и сидит, и все, больше ничего не делает. Он даже не разговаривает, ничего не смотрит. Даже такой человек, он живет. Для него, эта жизнь, для него, она полноценна. Вот именно для него, вы знаете, как равные существа, да, как вот, там, например, вот, если брать пример из мира животных, вот, например, черепахи, они очень медленно, медленно двигаются. Можно сказать, что они, по сравнению с там, скажем, с зайцем или с лесой, они живут не полноценно. Но в действительности это не так. У каждого существа есть своя жизнь, она полноценна. Просто мы сравниваем. А сравнивая, мы опираемся всегда на какие-то характеристики. Не понимая при этом, что эти характеристики письма и весна условно. Они выдержатся из контекста, не более того. Поэтому, про полноценную жизнь. Так, я надеюсь, момент вам более прояснил, более-более или менее прояснил. Теперь вы сможете немного лучше его понимать. То есть, если у вас возникает ощущение, что очень хоть не полноценно, моментально вспоминайте мой пример, вот то, что я сейчас сказал. И тогда, я думаю, надеюсь, что вам будет лучше. Дальше, вести долгие беседы об интересном, глубоком. Значит, никуда не торопиться. Говорить столько, сколько хочется. Ну, здесь двадцать первое желание, оно, в принципе, очень понятно. Это, значит, во-первых, недостаток реализации. То есть, вы очень мало и плохо говорите о своих чувствах, о том, что интересно вам. Мы это обсуждали, что вам не с кем поговорить о том, что вам интересно и интересно. А ваше окружение этим не интересует. И вот это у вас копится, 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 и вы не можете поговорить. Вы не можете выразить себя в чем-то отвлеченном. То есть, понятно, что это не дети, это не воспитание детей, это не домашние хозяйства. Это вот именно что-то отвлеченное. Здесь вам можно посоветовать только на первое время, для этого можно порекомендовать только общение на форумах и в социальных сетях, в тематических пабликах и, как бы, в соответствующих группах. Там вы можете реализовать свои желания, оно будет у вас более или менее реализовываться. Но, опять-таки, до тех пор, пока вы не сможете делать это самостоятельно вживую. Хотя вот это желание наиболее, пока что, наиболее отдаленное во времени, чем остальные. Почему? Потому что долгие беседы, никуда не торопиться, говорить столько, сколько хочется. Два, когда дети уже, ну, практически полностью сами себя обеспечат. То есть, это, может быть, старшие классы, школы, может быть, начальные, как бы, курсы университета. Но лично мне это видится так. Вы можете устроить это раньше, опять, в зависимости от того, как вы устроите своих детей. Воспитаете детей, как сморостаточных, как умеющих себя обеспечить людей. Будет у вас это раньше. Если будете привязывать их к себе и не позволять им ничего делать самостоятельно, ну, будет у вас это попозже или, может быть, даже вообще не будет. Потому что, объективно, вы сперва воспитываете ваших детей, потом у этих детей появятся внуки, ваши внуки, и вам нужно будет начаться с внуками. Получается времени у вас свободного на себя не будет, даже если дети станут взрослыми. Вот этого нужно избежать. Как избежать? Сейчас вам, да, понятно. То есть, если вы воспитаете своих детей так, что они будут уметь себя обеспечивать, то они не будут вас привлекать в помощь к воспитанию внуков. Ну, имеется в виду столько, сколько это вам некомфортно. А если вы не сможете так воспитать, то времени у вас на вы 21 желание не осталось. Далее, написать короче, красивую книгу. Я бы сказал, что вот в этом желании, 22-м, очень важно написать тире, что вам это даст. Очень важно. Вообще, ко всем желаниям очень важно это сделать, но к 22-м, наверное, особым. Обычно, простите, написать хорошую и красивую книгу. Хорошую книгу для кого? Красивую книгу тоже красивую для кого? Понимаете, красивый может быть, красивый может быть повествованным. Красивым может быть стихотворением. Именно красивым с точки зрения речи. Да, вот как у вас было, значит, 17-е желание написано таким прям вот, литературным языком. Красиво. Но на одной красоте повествования книга не будет уже в общем смысле красивой. Нужен смысл, контекст, там, фабула и так далее. Подумайте над тем, о чем вы хотите написать книгу. Составьте план этой книги. Хотя бы на планшете. По-моему, вместо того, что почитать, да, попробуйте составить план книги или концепцию, правда, продумать. И дальше, дальше, дайте себе установку, вот если мы с вами говорили про личную, личные границы, про личное пространство, дайте себе установку в день или в сутки, лучше в сутки, писать по рветной строчке или по странице, или по полстранице. Ну, начинать получится с малого. Вот вам и будет хорошая книга, красивая, которую вы будете писать не один год. Но да, книги и пишутся. Хорошие книги пишутся не один год. К этим не нужно спешить. Если будете спешить, ну, мало что у вас получится, мало что вы сможете сделать. Творчество спешки не любит. Обязательно, для чего эта книга вам нужна, что она вам даст, обязательно это напишите себе хотя бы. Дальше, ехать в поезде по приятному и нужному делу, смотреть в окно. Ну, в принципе, тоже покой, путешествие, но, известно, приятное и нужное дело. Вероятно, вы устали от того, что вам все время кто-то завязывают и что ваших личных дел, которые важны именно вам, у вас нет. Соответственно, речь идет об этом. О том, чтобы дела касались только вас, не семьи, только вас. В таком случае, я думаю, нужно будет здесь, действительно, в свою жизнь привносить то, что касается только вас. И чтобы не завязывать отношения с семьей, полностью на себе, оставлять часть себя на свои какие-то собственные дела. Вот уверен, у вашего мужа, уверен, такие дела есть. Почему таких дел нет у вас, могу понять, но это не оправдание, это не довод, это еще одна ваша неудовлетворенность. Захотите, будет у вас, будут у вас ваши личные дела. Да, сперва небольшие, да, сперва, может быть, не такие приятные и прям такие уж нужные. Но постепенно, когда вы поймете, что вы можете совмещать, я думаю, появятся и более весомые дела. Дальше. Значит, что у тебя ждут близкие, которые тебе искренне рады. Предлагаю, это перенос семьи. То есть, ваши близкие вас не ждут, если они вам не рады. Насколько я помню, свекровь ваша постоянно звонит вам, постоянно разговаривает с мужем, насколько я помню, и это точно нельзя назвать искренностью в отношениях, никак. Вы же хотите, чтобы, значит, близкие люди, это имеется в виду, наверное, не только родные, но и друзья, чтобы они вас действительно уважали, любили вас, любили вас такую, какая вы есть, не пытались вас поменять, не пытались вас изменить. Ну, в принципе, что вам можно сказать по этому поводу. Здесь нужно налаживать семейные отношения в первую очередь. Потому что уверен, что, во-первых, вас ждут дети, а если дети вас не ждут, то, соответственно, нужно постараться создать такую ситуацию, когда бы они вас ждали, чтобы увидеть, как вот они вас, ну, как они, в ожидании. Нужны ли вы им настолько. И вам самой будет лучше видно, вам самой будет более ясно, как вы воспринимаете их по их детей. Ну, то есть, вот понимаете ли вы их хорошо, вот скучаете ли вы по ним, скучаете ли вы по ним, да, или это просто привязанность. Привязанность – это потребность, это психоэмоциональная связь, которая детям вредит. А вот скука, такое вот, знаете, здоровое переживание для своих детей – это вполне себе норма. И вот нужно понять, во-первых, с детьми, что вам, во-вторых, оздоравливаются семейные отношения. И не только семейные. Если с друзьями связь была потеряна, то постарайтесь ее как-то восстанавливать, чтобы люди действительно были вам рады. Но, опять же, здесь нужно сказать так, что рады вам будут те люди и тогда, когда вы будете им что-то отдавать. Для того, чтобы отдавать, нужно быть к этому готовым, нужно, чтобы было что отдавать. А пока я не думаю, что у вас есть что отдавать. Я думаю, что есть у вас проблемы с этим как раз. Ну и как ее решать, мы об этом с вами уже говорили. Быть стройной и воздушной, как раньше – это желание. Я вам как бы разбираюсь, я сказал, что нужно делать здесь. Напомню только, что не нужно стремиться к той, какой бы вы были раньше. Ну, это, знаете, по аналогии. Вот, были вы девочкой. Были вы девочкой и играли вы в куколки, там, например, да, играли в песочницы, там, бегали, играли в салочки и прочее. Ну, понятно, что вы такой уже не будете. То есть, да, вы можете что-то сделать, но вы не будете такой. Нельзя игнорировать и бежать от естественных изменений. Вы такая, какая вы есть сейчас. Ну, нужно подумать, а как бы вы могли, какой бы вы могли быть сейчас. Дальше. Тихнуть в себя ворчливые мелочные мысли. Недовольство. Мысли так все светло и позитивно, как давно раньше. Ну, во-первых, ворчливые мелочные мысли, связанные с бытом. Быть. Это графики мелочи и ворчава. Либо вы немножечко отстраняетесь от этого и обращаете внимание только на то, что действительно важно. Касаемо ваших детей, касаемо вашей жизни, касаемо вашего мужа, касаемо вашей святой, касаемо всего. Вы обращаете внимание только на то, что действительно важно. И этих вещей, которые действительно важны, ну, гораздо меньше, чем все вот это вот ворчание и мелочность. Это первое. Второе. То есть, то есть, оценка приоритетов, на что вы реагируете. Оценка того, на что вы реагируете. И четкое разделение на то, на что вы не реагируете вообще. Что вы даете решать другим людям, например, вашим детям. А что вы решаете сами. Ну, и такая вот инвентаризация смогла бы вам помочь на самом деле сбросить в себя груз ненужных забот. Личных забот. Забот, которые могли на вас повесить просто в течение времени, родные. Осознанно, не осознанно, здесь не так важно. Не так это важно. Главное, что они есть. Второе. Давайте вспомним. А вот мысли светлые и позитивные. Как раньше. А когда вы перестали это делать? Когда вы перестали, мысли светлые и позитивные. Что изменилось? Что заставило вас мыслить по-другому? Пока вы не осознаете, что заставило вас изменить свои мысли, вы не сможете нажать мысли по-другому. Потому что вы, видимо, неправильно поняли то, что с вами произошло. Вы неправильно это осознали. Отсюда изменение мысли. Если воспринимать то, что с вами происходит как опыт, как естественно, как то, что вы хотите, ход мысли не изменился бы. А если изменился, значит что-то прошло не так, не по вашей воле, не так, как вы хотели. Но это осознается. И вас можно подкорректировать. Возможно постараться подкорректировать. А если подкорректировать не можете, отпуститесь. Дайте этому существовать без вас. Но знайте, что если возможно появится, вы все это подкорректируете. И все. Уверен, что вы тратите много своих именно психических и душевных сил на то, чего изменить вы не можете. Отсюда ваши изменения мыслей. Дальше. Быть с собой, а не исполнять перо. Пишите вы. И это желание вы выделили. Вы сказали, что у вас оно получилось. Вы сказали, что вы смогли его реализовать. И я считаю, что это очень здорово. Действительно, быть с собой, а не играть роль, это очень важно для вас. Да и для любого человека, в принципе, тоже. Играть роль проще, быть с собой тяжелее. То, что вы справились, вы молодец. Это достоинство. Достойно всяческого уважения. Вы молодец. Не нужно принижать то, что вы добились, то, чего вы достигли. Это очень, очень, очень хороший результат. Пить вкусный горячий напиток. Полагаю, здесь стремление к уюту. То есть, вот у вас нет уюта, который бы вам создал кто-то другой. Тот уют, который есть, вы создаете сами, он вас не радует. А другие люди вам уют не создают. Что ж, давайте подумаем, а почему вам не создают этот уют другие люди. Что не дает этим людям создавать вам уют? Почему они этого не хотят? И как сделать так, чтобы они захотели создать вам уют? Ну и не забудьте к этому вопросу, как и ко всем остальным, дописать через интернет, что это для вас значит. Ну и последнее желание. Сидеть в старинном замке, в удобном кресле, с ногами под одеялом и смотреть в окно. Ну, я не думаю, что это, не думаю, что это по смыслу. Желание уже не повторялось. Что здесь снова, так это то, что есть старинный замок. Может быть, для вас это действительно предсказательный интерес. То есть старинный замок, как источник, как символ наших культурных потребностей, вполне может быть. Я не буду говорить, что старинный замок это просто вот такая пустая форма, через которую вы выражаете свои потребности в уюте. И спокойно. И свободно. Нет. Может быть, вас интересует старинный замок. А может быть, старинный замок для вас это такло место, где вы знаете, что вас никто не найдет. И там вы можете в обычной единице с собой столько, сколько вам хочется. Если так, то опять-таки речь о личных границах. О личном пространстве. То есть о том самом, чем вы нуждаетесь сильнее всего после сна. Ну вот, в принципе, и все. Дальше идут ваши вопросы. Странно, что это желание семейного человека и мать или двоих детей. Нет, не странно, вы еще и личность, вы еще и женщины, семейный человек и мать это лишь отдельные категории, отдельные роли человека. Там человек гораздо больше и выше этого, гораздо шире и многограннее, чем эти роли. О чем это говорит? Это говорит о неудовлетворенности вашей. Нет, не о преувеличенном эгоизме. Это говорит о том, что вы напротив на себя полностью дотели глаза и о себе совершенно не думаете. Ага. В каком направлении двигаться? Ну, в принципе, в своих комментариях к вашим желаниям я указал направления, в которых вам нужно двигаться. Повторять это еще раз, мне кажется, смысла нет. Далее вы пишите, что ваша сегодняшняя жизнь отличается от этих ваших желаний, это понятно, иначе бы этих желаний не было. Ваше время вам не принадлежит, это тоже понятно, потому что тогда бы тоже не было этих желаний. Ну и, в общем, вы пишите, что вы часто бываете нервные, правильно, потому что вы принадлежите все время другим людям, а не себе. И для вас болезненно невозможно сосредоточиться. Здесь как раз таки тема личных границ, тема личных границ очень важна, и я думаю, что это наиболее важно для вас сначала. Значит, пишите, что делать несколько дел одновременно, да, это очень плохо. Приоритеты у вас распыляются, не позволяют они вам чем-то одним увлечься, и от этого вы не чувствуете, что живете полноценно. То есть вот то, что вы выразили в своих желаниях. Период временный, но хочется его прожить полноценно. Ну, в принципе, как прожить, я вам сказал. Много практических минусов в том, чтобы отдать детский сад. Вы знаете, очень много людей, родителей отдают своих детей в детский сад, это очень важно для социализации. Ребенка для того, чтобы уже в этом возрасте ребенок учился быть в обществе, учился строить отношения, и мне кажется, что все практически минусы, ничто по сравнению с этим плюсом. Ну, дальше вы пишите, то есть отказаться от своей жизни, то, что погрузитесь в материнство, и считайте высокую миссию материнства важной идеей, но вы выдохлись морально. И физически. Понимаете, никакой высокой миссии материнства нет, на самом деле. Это, полагаю, важно из-за того, что вы не можете родить детей, по крайней мере так это выглядит. Никакой высокой миссии материнства нет. Вам нужно просто воспитать ребенка так, чтобы это был человек, который вырос в комфорте, в уютте, в достатке, ну вот, в отмойственном достатке, и чтобы этот человек уважал вас. Потому что через уважение к вам он будет уважать себя, и это обеспечит ему ту самую жизнь, которой этот человек достоин. То есть нет никакой цели воспитать некого идеального субъекта общественных отношений. И нет никакой высокой миссии воспитать человека, который, ну, был бы, знаете, как говорят, достойным членом общества. Нет, это все илижие, это все мифы, это все стереотипы. Вам важно воспитать ребенка так, чтобы он видел, что его родители живут хорошо, получают удовольствие от жизни, радуются, счастливы, разговаривают, общаются, живут полную жизнь. Что ведет ребенок к вас? То, что вы измотаны, устали, смотритесь к материнству как к сердце, как к миссии, как к работе, наверное, и вряд ли ребенок от этого получит что-то хорошее. Потому что, видите ли, воспитание детей для того, чтобы сам будущий член общества и субъект отношений всех видов был максимально развитым, это непринужденность. Это непринужденность и естественность. И это не жертва. Это не через силу воспитания детей. Это не обязанность, это не работа, это желание. Не знаю, кто вам это внушил. Может быть, вы сами себе. Может быть, вам кто-то внушил, ваши родители. Понимаете, если дети чувствуют, что они для родителя работа, то это расстраивает массу много-много-много проблем, в том числе и будущей жизни, в том числе и для самого ребенка. Поэтому вот таким отношением, что это великая миссия, что это жертва, вы своим детям вредите. Да, на самом деле, вы можете со мной не соглашаться, но это ваше право. Я говорю о том, что есть. Просто подумайте, каково детям жить с родителями, в том числе и с мамой, которые считают, что воспитание – это работа. Которые считают, что это великая миссия, ради которой мы должны жертвовать с собой. Но если ваши дети будут видеть, что вы жертвуете с собой, то вы, наверное, потом будете что-то за них просить, у них, точнее, за свою жертву. Либо вы приучите детей также жертвовать с собой, ради других. Любая жертва – это плохо. Любая жертва – это эгоизм. Вот это эгоизм. Любая жертва – это эгоизм. Для чего вы жертвуете с собой? Почему вы жертвуете с собой? Почему вы не показываете своим детям, что их мама – это человек, который живет для себя, который любит себя, уважает себя и ценит себя? Почему вы показываете своим детям, что вы мама, которая вообще себя не любит? Я о себе почти не думаю. Ради детей. Какой вы пример детям подаете? Я не знаю. Не знаю, зачем вы так делаете, но тем не менее хочется верить, что то, что вы сейчас о себе думаете, то, что вы осознаете, то, что вы понимаете, собираетесь менять. Это хороший знак, и вы все-таки отойдете немного от этого понимания, от этого восприятия материнства как миссии, как работы и так далее. Хотя сейчас все это менять тяжело, потому что быть он уже организован, он уже обустроен, и вам представляется как-то тяжелым, наверное, его менять. Но его менять нужно, пока еще не поздно. Вашим детям только 9 лет старшему, до подросткового возраста еще время есть, и показать, как действительно нужно вести себя родителям. Как действительно нужно вести себя материнство, у вас сам все еще есть. Потому что в подростковом возрасте у ребенка пойдет противоречие, и тогда вполне может быть, что все, что вы для него делали, все, что вы считали, что вы делаете для него, все это начинает обесцениваться. А с учетом той жертвы, которую вы приносите ради своих детей, ну, можно представить, каково это будет у вас, каково будет опустошение, опустошение, что ребенок совсем этого не ценит, потому что вы делаете. И не хочет даже понимать вас, слушать и делать то, что вы для него считаете правильным и так далее. У вас может проснуться защитная реакция, что вы столько сил потратили, свои годы потратили, да, молодость, а в итоге получилось то, что у ребенка свои взгляды на то, как его жизнь строится. То есть вот этот вот шелт, знаете, довольно таки пока выглядит, ну, мягко говоря, настораживающе. Хорошо, что вы думаете о себе, но пока давайте попробуем это вот направление, это вот 27-е желание. Давайте мы на нем не будем останавливаться, на вас это огромное достижение, что вы как бы не играете роль, а вы являетесь собой, так вот, это хорошо, что вы являетесь собой. Это хороший пример для ваших детей, вот, но нужно продолжать дальше. Нужно, нужно. Дальше покатываю детям, что жизнь это не жертва, жизнь это не жертва и что любой человек имеет право хотеть. Иначе они будут это продвигать, либо в форме реакции, то есть в форме противодействия, моя мама приносит себя в жертву, я категорически этого делать не буду, либо ваши дети будут такие же, как вы, и их ждет та жизнь, что и вас. Не уверен, что вы счастливы сейчас, поэтому не думаю, что и вы хотели бы такой жизни для своих детей. Но пока нет оснований полагать, что вы даете детям какую-то другую модель поведения, вот, кроме обозначенных многих. Ну и последнее, что вы пишете, значит, список вещей, которые вы считаете нуден за собой другой, гораздо более деятельный, это больше от эмоций. Этот больше от эмоций. Какие вы выводы можете от него сделать? Какие занятия лучше выбирать? Ну, это, в принципе, я сказал. В вашем деятельном списке много других вещей, много планов и проектов. Только пока мало получается, она постоянно отвлекает нюансы, не планирует большее время. Вы знаете, вот в деятельном списке, который у вас есть, деятельный список многих других вещей, это как желание. Вот желаний много. Вы знаете точно где-то вот в подсознании, вы знаете, что вот вы написали, около тридцати желаний. Ну, у всех вы не выполните. Всего вы не добьетесь, скорее всего. Отсюда уже появляется неудовлетворенность. Уже на этапе формирования желаний. Ну, и зачем так делать? Давайте мы с вами будем мечтать. Мечтать очень хорошее занятие. А мечта – это идеал того, чего мы хотим. Идеал того, чего мы хотим, которое задает направление того, что мы реально можем сделать. Яркий могу вам привести пример. Вот хочет человек, например, полететь в космос, чтобы посмотреть на звезды. Понятно, что он этого сделать не может. Далеко не каждый человек может лететь в космос. Но зато почти каждый может прийти к телескопу и посмотреть на эти самые звезды на какой-то момент времени, оказавшись, словно, быть там, среди звезд. То есть, мечтать о звездах – это вдохом. Но реально стремиться к тому, чтобы полететь в космос – это опрометчиво. Но нужно думать, что реально можно сделать, чтобы как-то приблизить себя к своей мечте. Вот вы, если будете следовать тем рекомендациям, которые я вам дал, то вы не осуществите, может быть, свою мечту, потому что мечта – это идеал. Но вы приблизитесь к тому, чтобы исполнить желание. Желание – это человеческая форма, реалистичная форма мечты. Это сделать модно, с поправкой на реалистичность. То есть, когда вы пишете свои желания – это идеал сидеть, там, например, в старинном замке. Но можно, вот я не даром вам говорил, чтобы вы писали через теле, что вам это желание дадут. Вот это – то, что они вам дадут. И послушало бы ориентиром к тому, чтобы лучше понимать, что же вы хотите, что же вам нужно. И тогда, я думаю, шансы реализовать все пункты существенно повышаются при таком подходе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего доброго. Спасибо.